Началось всё с того, что друг, с которым мы не общались в тот же год, на мыло прислал трек со странным названием «Всё идёт по плану МП-3». Я в это время сидел на работе и делать было решительно нехуй, поэтому я его запустил. Вначале там была какая-то дикая какофония звука, которая через 5-10 секунд сменилась за унырным мужским боем. Судя по всему, это была какая-то любительская запись какой-то комсомольской самодеятельности, потому что там периодически проскакивало что-то про Ленина, про перестройку, музыка набирала темп, и вой сменился на дикий гор, и мужчина, будто бы входя в транс, начал петь об откровенном урол. Из-за качества было сложно разобрать, но вроде бы там описывалась какая-то оргия каннибалов. Похоже, что жена этого человека стала жертвой сатанинского культа. А перед смертью на дне издевались, топтали грудь, разрывали плоть, а затем сияли всей толпой. А мужчина седовал на то, что не может даже похоронить её согласно христианским обретам. Меня стало поддашнивать, но я заставил себя дослушать этот трек до конца. Видимо, эта трагедия с супругой стала огромным шоком и умучила бессонницей. Но исполнитель возлагал большие надежды на КПСС и на то, что при коммунизме больше не будет места подобным диким верованиям, и людям не придётся больше умирать, становясь жертвами кровавых мест культистов. В конце, похоже, все присутствующие поддались непонятной эйфории и стали орать и подвывать в ритм певцу. Я сидел в шоке, не в силах даже закрыть окошко проигрывателя. Я хотел бы написать ответ другу, поинтересовавшись происхождением этого трека, но, к удивлению, история нашей переписки была девственно чиста. Чтобы поскорее выбросить из головы эту чертовщину, я решил отвлечься и сходить в столовую. За столиками никого не было, полки тоже были пустые. Похоже, сегодня решили закрыться пораньше, вот блин, подумал я. И тут увидел повариху. Я мог рассмотреть её только со спины, похоже, она была новенькой. По крайней мере, я раньше не замечал стройной девушки с длинными распущенными волосами. Чтобы завязать разговор, я окликнул её и поинтересовался, что давали сегодня на обед. Она, похоже, не расслышал, тогда я подошёл поближе и повторил вопрос громче. И тут случилось то, отчего я до сих пор в холодном поту просыпаюсь по ночам. Это нечто развернулось, и я понял, что это никакая не девушка. Это был мужчина средних лет в странных очках. Оно скривило губы в их мылке и проревело на всю фирму. На первое были плоды просвещения, а на второе – кровавые мальчики. Я в ужасе бросился бежать подальше от этого ебанутого и успокоился только тогда, когда добрался до своего кабинета, закрыл дверь, групнулся на стул, пытаясь прийти в себя. Бросив взгляд на комп, я увидел ещё одно новое сообщение на почте. Я немного опасался открывать его в памятной оттреке, но на этот раз, похоже, это был очередной заказ. Похоже, клиент хотел какую-то лепку. Вообще-то мы занимались только полиграфией, но у меня был знакомый, работающий в бюро ритуальных услуг, который в том числе был неплохим умельцем по работе по гипсу. Я перезвонил по указанному номеру, чтобы уточнить заказ и дать контакты знакомому. Ответил мне наторванный мужской голос с хрипотцой. Когда я спросил, что именно ему нужно, он завыл, как тот мужчина на записи. О, слепите мне маску от доносчевых глаз, чтобы спрятать святое лицо моё, чтобы детство моё не смешалось в навоз, чтобы свиньи не жрали мою беззащитность. Я сохранил самообладание. Мало ли, просто псих, которому одиноко дома, вот он терроризирует случайные фирмы в интернете. Но после моего вежливого замечания, что это не профиль нашей компании, он перешёл на угрозы. Будет очень больно, будет очень больно, будет так трагично, будет так подавно. По спине мои пробежали мурашки, и я выронил трубку. Хотелось немедленно вернуться домой. Но до конца рабочего дня остался всего час, и я решил провести его, слушая музыку. Но все мои треки, похоже, были испорчены каким-то вирусом. А самое страшное, что они были словно замиксованы с треками этого комсомольца-психопата. Например, когда плеер случайно выбрал трек Тимоти и Диджей Дли, а скачал я это говно для ностальгии. Получилось такое? Когда мы в клубе, по тем, кто много замечает, мы выколуем стенки, а тем, кто нам мешает, мы ставим к стенке, ведь пылающей тропой мы идём к коммунизму, пылающей тропой мы идём к коммунизму. Затем что-то вроде «У меня есть борода, и я лёд под ногами майора». «У тебя есть борода, и я скажу тебе сядь на лесенку, послушай песенку сухого колодца виноватого уродца». Я в панике выбежал на улицу и увидел какую-то ярмарку. И люди выпивали, веселились. Я спросил у первого прохожего, «А что сегодня за праздник?» И он ответил, «Винтовка!» «Что за бред? Какая ещё винтовка?» Возвопил я в сердцах. На что он ответил мне не менее громким криком, «Винтовка — это праздник, всё летит в пизду!» И пустился в пляс. Я поспешил удалиться от этого безумия. Проходя мимо машины «Инфинити», мне почему-то подумалось, что она ужасно пахнет нефтью. Хотела было сесть, как обычно, на 27-й трамвай, но я увидел, что там собралась такая нехеровая толпа, а транспорта так и нет. В толпе возмущались бабульки. Потом подошёл милиционер и сказал, «Просто трамвайчик взял, да и уехал, уехал под откос, под откос, под вкрачевый шум вагонных колёс!» Двумя километрами ранее. Так что ещё часа два минимум движения не будет. Из-под фуражки этого мента ниспадали на плечи длинные засаленные падлы. Толпа загомонила, мол, чего же им раньше этого не сообщили, ведь не далее, как две минуты назад хороший автобус уехал без нас. Не помню, как я очутился в квартире. Вначале дико тряслись руки, но постепенно я пришёл в себя, я сел за компьютер, в интернете наткнулся на смешное видео с Еледой Балышевой. Там были люди в костюмах тушёнки, винограда, еды разной, и большая горка в виде кишечника. Они танцевали, что-то пели, и я добавил громкость, чтобы расслышать. Они пели, нас разрежут на части и намажут на хлеб коренными зубами, расшуют, а потом нас из жопы высрут вон. И с этими словами они спускались по горке, символизирующей кишечник, и вываливались из ануса на конце. Но хоть тут-то всё как обычно. Вздохнул я с облегчением и почти уже расслабился. Однако мышцы снова напряглись, когда я услышал какой-то шум на кухне. Через миг оттуда появился этот чёртов странный мужик, которого я раньше видел уже в ампуа паварихи и полицейского, и который, вероятно, звонил мне на фирму. От него ужасно несло запахом дикого говнища. И, вглядевшись в лицо, я понял, что оно измазано коричневой жижей, а в бороде застряло дерьмо, как будто бы он насрал на своё лицо, и я насрал на его лицо, и все бы досрали в его лицо. А из кармана всыпались мёртвые мышата, и живые хуи прямо домой, и новенький, блядь, паркет. Я хотел подумать, однако вместо этого я плюнул в окно. Решение пришло неожиданно. Я высыпал на пол таблетки и стоявший неподалеку аптечки. И это существо принялось собирать их с пола, видимо, думая, что это галлюциногеда. И, видимо, хапнув передов анестетиков, оно зависло, глядя на меня с дурацкой ухмылкой. Тогда же я улетел в момент, чтобы сфотографировать его, и, проскользнув мимо, покинул дьявольскую квартиру. Сейчас я сижу в интернет-кафе и пытаюсь понять, что же со мной случилось. Возможно, вы подскажете, что это за мужчина, и как от него избавиться, кто сталкивался с подобным дерьмом. Где искать зацепки? Только молю скорее. Руки перестают слушаться меня, и я путаюсь в словах. Мне очень плохо. Я чувствую, будто что-то белое, слепое поселилось в крови. То ли вьюга, то ли молит, то ли все, что впереди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok